Друзья, мне очень интересно, какое максимальное количество лайков мы сможем набрать. Давайте проверим и побьем все рекорды! Удивите очкастого красавчика, чтобы он опасался от радости! Ставьте пальцы вверх и советуйте своим друзьям! А на экране наш победитель! Ты просто красавчик! Мы тебя поздравляем! Хочешь увидеть себя на этом месте? Тогда обязательно подпишись, включи колокольчик и напиши крутой комментарий! Короче говоря, застрял во времени! Этот день начинался как обычно. Я проснулся, обрадовался, что сегодня не надо в школу, а потом ударился ногой и упал! Под диваном нашел недоеденную булочку! Попробовал, вроде ничего, заодно позавтракал! Но булочка что-то не зашла, у меня скрутило живот! Я побежал в туалет, стало легче! Очкастый! Реакции совсем нету, значит сегодня моешь полы! Опять Андрей за свое! Каждый раз он меня этим подлавливает! Я не стал спорить с братом и решил быстро помыть пол, чтобы потом спокойно бездельничать! А Андрей сидел на диване и решал кроссворды! Ну как, тяжело? Да вообще нормально! Расплюнусь! Ладно, если честно, я ненавижу мыть полы! Я бы вместо этого сейчас зависал на ютубе и смотрел веселые видосики на канале Сладкая парочка! Да ладно? Ты тоже их смотришь? Конечно! Ведь там можно увидеть сумасшедшие челленджи! А еще ребята пробуют самую необычную еду, проводят крутые шоу и постоянно находятся на грани любви и ненависти! Друзья, переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на этот крутой канал! Поверьте, Сладкая парочка не позволит вам заскучать! Короче, давай так, если ответишь правильно на мой вопрос, то пол буду мытья, если нет, то тебе придется еще и пыль протирать! Договорились! Что за вопрос? Морские млекопитающие отряда китообразных, шесть букв! Лосось! Дурак, лосось это ты! А правильный ответ на рвал! Я разузлился на брата и хотел уже уйти, но случайно подскользнулся на мокром полу! Очнулся в своей кровати! Оказывается, это был всего лишь сон! Я обрадовался, быстренько вскочил, а потом ударился ногой и упал! Под диваном я увидел мою недоеденную булочку! Вспомнил сон, в нем было все точно так же! Съел булочку, потом отравился! Но это ведь сон, сейчас такого не произойдет! Я оказался неправ, живот снова скрутило! Пока я сидел на толчке, задумался, неужели это был вещий сон? Если это так, то когда я выйду, Андрей должен кинуть в меня мяч! Очкастый! Вот это реакция! Да, реакция! Что с тобой? У тебя странное лицо! Мне приснился вещий сон, я уже видел все это! Ты специально кинул в меня мяч, чтобы я помыл пол! Как ты узнал? Не важно, короче, я увернулся, значит ты моешь пол! А мне начинал это нравится, я могу видеть свое будущее! Я снова проснулся у себя в кровати! Да что это за чертовщина? Это был сон во сне? А может я попал во временную петлю? Надо разобраться! По идее, если я нигде не упаду, то скорее всего весь этот кошмар закончится! Я обратно встал с кровати, снова чуть не ударился на бой, но на этот раз пронесло! Заглянул под диван, булочка на том же месте! Я не стал ее кушать! Зашел в туалет, постоял пару минут, а сейчас прилетит мяч! Очкастый! Да ладно! Как ты это сделал? Не важно, я буду мыть пол! Что? Коль, ты в порядке? Нет, не в порядке! Я должен вырваться из временной петли! Я за ведро! К доктору его сводить, что ли? Я начал мыть пол! Брат решал кроссфорды! Все шло, как и раньше! Я перейду сразу в дело! Задай мне вопрос из кроссфорда, и если я отвечу правильно, то пол будешь мыть! Ты вместо меня! Если нет, я еще и пыль протру! Как раз хотел тебе это предложить! Морское млекопитающее отряда Кейта Нарвала! Андрей не ожидал услышать правильный ответ! Он начал мыть пол вместо меня! Вид у него был растерянный! Брат что-то спрашивал у меня, но я его не слышал! Мои мысли были только об одном! Вырвался ли я из временной петли? Нужно проверить! Я закрыл глаза, но ничего не произошло! Тогда я разогнался и врезался головой об стену! Фух! Хорошо, что ты очнулся, Коль! Ты когда собирался уходить, упал и отключился на секунд двадцать! Получилось? Получилось! Я вырвался из временной петли! Тебе похоже что-то приснилось! Ты бормотал про какую-то булочку, вещи, сон! Ты как вообще? Я жив! Знаю, что, братик, больше я полы мыть не буду! Жить слишком коротка, чтобы тратить ее на все! Все! Я ухожу! Это куда? Ну, пускай отдохнет немного! На полон у меня все равно помонят! Короче говоря, большие неприятности! Ну что? Где мои деньги? Где они? На этот раз очка оставляпался по полной! Последние дни я заметил, что мой брат перестал просить деньги на карманные расходы! На самом деле, это было просто отлично! Но меня тревожил тот факт, что он нигде не работает! Я поинтересовался, откуда у брата деньги! Очкарик с гордым лицом сказал, что заработал! Ты работа, это две несовместимые вещи! Все, что ты умеешь, это спать, пердеть и тратить мои деньги! Неправда! Еще я умею! Ну? А ты умеешь только обижать! Мой брат разозлился и ушел из дома! Я не придал этому значения! А через пару часов мне пришло сообщение с неизвестного номера, что мой брат в заложниках из-за него требует огромный выкуп! У меня не было такой суммы! Я перенервничал и выпил воды! Чиш тоже перенервничал и попросил воды, а я чуть кирпичи не наложил! Ты что тут делаешь? Твой брат в беде! Чиш рассказал, что они как-то играли в лесу в пятки и нашли сумку с деньгами! И в итоге оказалось, что это сумка какого-то бандита! Как он нашел моего брата? Ну? Стой, стой, стой! Подожди, как-то некрасиво забрать сумку и не поблагодарить человека! А давай оставим записку! А давай! Спасибо вам за сумку! Приходите к нам на чай! А, без пунктов Дети Николаева, дом 10! С уважением! Чиш и очкастый! Хе-хе! Хе! Какие же мы волосы! Да, давай и ставим тут! Вы зачем чужую сумку украли? Это неправильно, Чиш! Вот и я очкастного все время про это говорю! А он все равно мои пирожки в тихорях дырит! Нужно быстро искать деньги, чтобы помочь брату! Я достал небольшую сумму со своей заначки! Как жаль, на море я съезжу не скоро! Так, сейчас не об этом! Я пересчитал, денег было очень мало! Я не знал, что делать! И Тучер сказал, что они еще не успели потратить деньги с той сумки! И ты все это время молчал? Ну, ты как бы не спрашивал, если мне деньги! Мы договорились встретиться с Чижом через час! Я приехал за ним, но Чижа не было! И вдруг пришло сообщение от бандитов, в котором указан адрес встречи, и Чиж уже был у него в заложниках! Ну что, ребята? А теперь молитесь, чтобы он привез бабки! Я приехал в назначенное место, и не горел желанием выяснять отношения с каким-то бандитом, но у него в заложниках были очкарики! Бросить я их не мог! В такой ситуации должен быть план, но его у меня не было! Поэтому я достал ствол и решил испытать свою удачу! Я забрался в гараж! Очкарик и Чиж были связаны! Нужно их просто развязать и бежать отсюда! Но все было как-то просто, подумал я! И в этот момент бандит приставил пистолет к моему виску! Он забрал мое оружие! Я закрыл глаза! Андрюха, ты что ли? Оказалось, что это был вовсе не бандит, а мой давний друг, которого все звали Опасный Боб! Очкарики обрадовались! Я предложил уладить эту проблему без оружия! А Чижа и брата решили пока что не развязывать! Пусть запомнят урок на всю жизнь, что чужое брать нельзя! Опасный Боб рассказал мне, что деньги, которые были в сумке, он получил в наследство! И теперь за ним гонится настоящий преступник! Мне было стыдно, что очкастые украли сумку Боба! И я предложил ему спрятаться от преступника у нас! Мы вернулись домой! Очкарики вернули деньги! Я показал Бобу, где он будет спать! И вдруг прибежал испуганный Чиж! Там такое! Там такое! Бежим! Ну и что такое? Еды нету! Напугал! Сейчас съезу, закуплюсь! Опасный Боб подкинул мне денег на еду! Я поблагодарил его и поспешил в магазин! Я был очень злой! Брат привел домой своего давнего друга, который нас чуть не пристрелил! Этот опасный Боб мне не нравится! Какой-то он подозрительный! Я решил узнать мнение Чижа! Слушай, я тут узнать хочу! Что скажешь насчет этого Боба? Ну а что мне? Боб как Боб! Главное, чтобы он обжора не был! Обжор я не люблю! Все с тобой ясно! Я включил телек! По телевизору шли новости! Сделал громче! В новостях говорили, что пару дней назад банда людей ограбила банк! Всех поймали! Кроме одного! И на экране показали знакомое лицо! Это был опасный Боб! Я от страха чуть кучу не навалил! Подкрался к чижу! Боб ограбил банк! Да мне без разницы кто-то мой ограбил банк! Когда жрать будем? Какой я жрать? Он сейчас в соседней комнате сидит! Наш этот гость! От этой новости Чиж даже кушать перехотел! Мы позвонили брату! Хотели все рассказать как вдруг! Кому это вы тут звоните? Да? Андрей, опасный Боб обманул тебя! Он ограбил банк! Кому это вы тут звоните? Вот же черт! Очкарики детей на этот раз из-за меня! Оружия у меня не было! Но это меня не остановило! Я тихо зашел в квартиру! Подкрадывался к Бобу! Но он услышал! Прицелился мне в голову! И в этот момент Чиж чихнул! Боб отвлекся! Я выхватил пистолет и стрельнул ему в ногу! Мой брат позвонил в полицию! Да, да, да! Быстрее! Быстрее приезжайте в нас дома! Дома опасных преступников! Быстрее! И напоследок хочу сказать, ребята! Доверяйте людям, но проверяйте! Не забудь поставить лайк, подписаться и включить колокольчик! Потому что новые видосики выходят каждую среду и субботу в 10.00 по московскому времени! А также посмотри все остальные ролики на нашем канале! Ну и не забудь посоветовать своим друзьям! Удачи тебе и до новых встреч! Пока!